Роскошь волос, свежесть лица, с большой буквы мастера. Пусть заблестят счастьем глаза, здесь все для тебя. Добрый день! Мы возобновляем наши уроки по уходу за собой. Сегодня мы с вами сделаем дневной макияж. Дневной макияж не должен быть кричащим, он должен быть очень сдержанный, но при этом подчеркивать вашу красоту. Сегодня мы не привязываемся к брендам, потому что у каждого свои косметички. Мы будем пользоваться тем, что есть. Обязательно должна быть хорошая подготовка лица. Я обычно обрабатываю свое лицо тоником. У кого-то сосудистая щетка на лице, допустим, как у меня. Все это нужно будет вскрыть. Обязательно мы обрабатываем с вами лицо, шею, декольник. Наносим свой основной крем и после него наносим базу для лица. База под макияж – это для того, чтобы ваш макияж продержался целый день. Все наносим по чуть-чуть, без фонотизма. Притом база под макияж у вас должна быть по типу кожи. У меня кожа нормальная, я беру обычную основу. У кого жирная кожа, они берут матирующую стерео для того, чтобы в течение дня не выделялась жирность в Т-образной визобии. Мы уже дали питаться всему этому. И сейчас мы будем наносить тон. Вы можете это делать кисточкой, вы можете делать это руками, как вам удобно. Главное условие, чтобы все ваши кисти всегда были чистые, чтобы на них не накапливалось никакой инфекции. У кого, допустим, есть синяки под глазами, вы берете корректор чуть светлее, чем ваш тон. И корректором очень тоненько проходитесь под глазом. Но те, у кого есть активные морщинки, старайтесь это делать прям минимально. Также этим корректором я могу пройтись по всему глазу, чтобы выровнять полностью весь тон. Палетки с разноцветными пигментами, корректорами, они предназначены для того, чтобы скрыть проблему кожи. Допустим, зеленый – это для того, чтобы скрыть сосудистую кожу. Красный цвет. Вы нервничаете, вы знаете, что, допустим, у вас будут какие-то важные переговоры. Вы знаете, что вы пойдете на торжество, выпьете алкоголь, вы знаете, что у вас будет прилив крови, и вы покраснеете. Тогда обязательно нужно носить зеленый корректор под низ очень тонким слоем. И сверху его обязательно нужно закрыть тональным средством. Потом идут вот такие вот, видите, персиковые, розовые. Это все уже фиолетовые есть. Для проблемной кожи. Где-то надо воспалительный процесс закрыть, где-то надо очень сильные синяки закрыть. Но в основном у наших женщин преобладает сухая кожа. А наши женщины в основном скрывают морщинки. У нас очень мало воспалительных процессов, очень мало тех, кто с синяками. Но это я говорю по своему опыту. Те гости, которые приходят в клуб красоты Марсель, то, с чем сталкиваюсь я. Вот, допустим, мое лицо уже готово. Кто-то любит, вот вы, наверное, заметили, в этой палетке есть еще такой темный цвет. Любят корректор, как раньше наносили, чтобы было видно скулы, как будто лицо такое худенькое. Сейчас мы уже как-то отходим от этого. Все больше используем корректоры сухие. И делаем это слегка. Потому что если это много нанести, это будет смотреться как переместное пятно. Я сегодня сделаю акцент на глазах. Есть вот такие кремовые тени. Мы их можем использовать как подложки под сухие тени. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы ваши тени не осыпались и не сворачивались к вечеру. Вы, наверное, замечали, когда вы ходите в течение дня, целый день, у вас тени сворачиваются, и уже неравномерно лежит пигмент, и это смотрится уже грязно и некрасиво. Я покупаю вот такой цвет, как у тонального средства, и наношу на все веко. Есть они также с блестками. Их можно использовать отдельно, просто как тени. Есть вот такие матовые. Я предпочитаю матовые. Если есть блестки, вы наносите только на подвижное веко. Если вот такие матовые, вы можете по всему глазу. Но во всем хороша мера. Еще раз повторяю. Все наносим по чуть-чуть. Потому что если у вас веко сухой, и вы нанесете много, у вас будет обратный эффект, у вас все может потрескаться. Сейчас мы сделаем очень выразительные глазки. Будет очень красиво. Если вы хотите взгляд сделать более таким игривым, вы берете тени с перлометром. Если вы идете на деловую встречу, то, конечно, вы берете матовые тени. Ну, в моем случае, я работаю в клубе Красоты Марсель, мне нужно светиться, поэтому я возьму тени любые. Тут хоть хайлайтер, хоть тени с блестками. Притом я буду наносить его руками. Конечно, вы можете кисточкой наносить, но мне так удобнее. Мы наносим на подвижное веко. Полностью на подвижное веко. Все тоненьким слоем. Тем самым я контролирую нанесение, чтобы это было немного. Вы можете выбрать любой цвет, который вам нравится. Я люблю более такие нюдовые оттенки. Видите? Также мы можем это нанести и кисточкой. Вот и готово. Я цельнонаправленно не наношу нюдовые. Для того, чтобы не выделять какие-то свои морщинки. Я больше заверху. И в своем случае я даже не крашу нижние ресницы. Если там вы хотите, вы можете все это продублировать также внизу. Но все слегка. Для того, что если вы берете светлые тени, чтобы не сузить глаз. Мы же наоборот добиваемся выразительности взгляда. У многих сейчас сделан перманентный татуаж бровей. У многих сделаны глаза, губы. Поэтому кому-то достаточно просто расчесать брови. Кому-то достаточно подрисовать их тенями, карандашом, как вот, допустим, в моем случае. Я это делаю обязательно, потому что, когда я крашусь и наношу тон, брови мои закрашиваются. Я хочу их сделать более выразительными. Карандаш для бровей, но они в основном все на восковой основе. Вы выбираете тот оттенок, который вам подходит. Допустим, мой татуаж, он более темный. А я хочу сделать более невесомые брови. Я выбираю намного светлее карандаш. Я люблю наносить тушь от внутреннего к внешнему. Знаете, так, чтобы были как крылья бабочки. К внешнему углу. Сейчас я вам это покажу. Сейчас ветра на улице и солнце достаточно активно. Иногда глаз не открыть. Поэтому я все наношу, все по чуть-чуть. Даже если у вас тушь где-то отпечаталась, вот у меня нависшая века, да, я крашу, и она у меня отпечатывается. Не старайтесь быстро-быстро ее стереть. Пусть она подсохнет, мы потом ее с вами снимем. И она снимется безболезненно для макияжа. Это все не размажется, не будет синяков. Мы тихонечко это все уберем. Конечно же, дневной макияж. Еще подскажу, вы можете дополнить стрелочкой. Ради бога, это уже ваше желание. Ну, так как мы сегодня делаем легонький макияж. В дневном макияже даже можно делать каял. Что такое каял? Это мы прокрашиваем внутреннюю слизистую. Если она сделана в сдержанных тонах, это тоже смотрится очень красиво. Но если вы делаете каял, вам нужно обязательно красить нижние ресницы. Сейчас вообще тренд идет на розовый цвет. Ну, это, конечно же, все зависит от цвета кожи. Мы же не нанесем на желтое лицо, там прям розовый, румяный. Это будет не очень камельфо, не очень красиво. Хотя, знаете, если все по чуть-чуть, и все это распушевать, это все будет красиво смотреться. Тут я наношу корректор. Все вверх, все вверх. Можете вот так сделать. Не нужно наносить это вот прям вот сюда. Тогда эти щеки выползут. Это будет некрасиво. И вот здесь будет смотреться, как пигментное пятно. Обязательно растушевываем. Вместо тональной основы вы можете пользоваться бодром. Для дневного макияжа я вам предлагаю взять прямо, скажем так, нюдовый карандаш. Самый-самый светлый, какой есть, или тот, который вам подходит. Сильно белесые губы тоже делать не будем. Я слегка увеличиваю. Мы пойдем сверху контурогуб. Но уголки обязательно нужно сделать по губам. Потому что, если вы сильно увеличите, вас будут вот так светлыми смотреть. Этим же карандашом вы можете полностью закрасить губы. Можете взять блеск. Блеск придаст более такой, скажем так, праздничный макияж. И чтобы губы не сохли. Женщина – самое красивое создание на этой планете. Чтобы увидеть красоту во всем, мы должны эту красоту создавать сами. Например, через макияж. Тогда ваш день будет наполнен красотой, улыбками, успехом. Этот выпуск вы можете посмотреть на всех соцплощадках 11 канала. Если вам понравится, напишите в комментариях. Или какие уроки хотели бы вы еще увидеть. Ваши предложения. С вами была Дылдина Айгуль, руководитель клуба красоты «Марсель». Мастера, пусть заблестят счастьем в глазах. Здесь все для тебя.